И всем привет, с вами я Александр, на вас, а сегодня я играю в Far Cry 5, это третья часть, сегодня 28 марта, сегодня я продолжаю играть в Far Cry 5, пока что никаких видеороликов я не собираюсь делать, поэтому только Far Cry 5 будет. Ну что ж, ладно, пока что у меня всё включается, я не буду там уже во включенной игре что-то проходить, я буду показывать, что здесь вообще, как начинается игра, вот кому интересно. Вообще, как она включается и что там происходит тогда. Вот, значит, ты заходишь такой, тут можно посмотреть. Видите, всё, вот это вот всё очень красивое, очень Ubisoft красивое, сразу видно для Far Cry 5, специально сделано. Прикольно, вообще, прикольная игра, вот за день, то, что я вчера поиграл два раза, то, что выложил вам. Да, прикольно? Да. Ладно, Far Cry 5, мы продолжаем, так, у нас настройка профиля, сейчас настроится, начну сразу играть, так. Я просто уже готов, я первый запуск у меня был в ваконном режиме, сейчас дается опять нормально фпс, я всё настроил, опять же, всё перенастроил. Так, нажимаем далее. И дальше мы будем сейчас проходить эту игру, да. Не знаю, сколько это времени будет, но я думаю, вам будет интересно, опять же, всё то, что было, это было интересно, да. Кто не смотрел прошлые две части, которые я снимал вчера, ссылка будет в описании на эти два видеоролика, которые в прохождении этой игры. Ну, чтобы вам не смотреть там сначала середину, потом опять начало, всё, сюжет тогда так будет неинтересно, советую всё-таки посмотреть с первой части по последнюю, потому что частей будет дофига этой игры, наверное, частей 10 будет, возможно, сколько-то ещё. Я ничего не буду обещать, но... Так, всё, у меня загрузилось уже, достаточно-таки быстро загрузилось. Так, давай, куда ты идёшь? Иди со мной, Крис Киттон. Пошли. Так, где там у меня эта штука? Нет, это пистолет. Ну, ладно, пусть будет пистолет, давайте откроем карту. Так, мне нужно что? Мне нужно что, посмотреть центр охраны лесов. Ладно. Погнали тогда к рейнджерам. Тогда побегу я. Так, это как? Пошли. Так, Киттона, я брошу, нет? А, он за мной, молодец. Побежали там. Недалеко, надеюсь. Любую всё это. Так. По-моему, я тут был, нет? По-моему, да. А я забыл, тут вообще открывается эта фигня, нет? А, да, точно, это же та фигня, которая была. Пошли. Надеюсь, тебя тут не убьют. Ты будет нормальный. Нормальный напарник. Вот как раз я перепрыгнул. А ты так можешь? Нет, он что-то стал оббегать. Ну да ладно. Лезли. Так, что такое? О. Что там такое? В смысле, нажать? Что нажать надо? Опусти пушку. Джей, нажать или что нажать надо? Джей, отдать приказ, ну. Ага. А, во, понятно, понятно. Я сначала не понял вообще, как это происходить будет. Ладно. Китаны, где ты? Нифига ты бегаешь? Молодец. На месте. Пошли. А, нельзя, да. Веди. Во, прикольно, прикольно. Ребят, я это просто не допонял. Погнали. А что, можно его туда прям? Туда прям запихать? А, ну хотя ладно, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. Что-то лагает. Что-то лагает, но ладно. Нет, лагает. Что делаешь? Лагает, почему? На грани надо? Враг рядом. Меняю позицию. Да тихо, тихо. Иди сюда. Так, как тебе это? Запросто. Вот сиди здесь. Лагает. Тихо, 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 тихо. Я уже там полет. Помогай мне. Прощай! Так, уже? Я думал, что-то будет интереснее. Я не знал, что будет так просто это сделать. Троих завалил, сразу же все. Немного почему-то лагавее. Правда. Спасибо. Здорово выход. Ну, ни хрена себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить. Так, ладно. Бежали. Кит она возьмёт с собой. Давайте. Не, лагает почему-то игра. Я не знаю, почему лагает. Странно. Может, у них сервера, что-то? Нет. Ладно. Это что такое? Сокровище. Это сопротивление. Погнали за сопротивление. Чё, куда бежит-то? Во, туда. Чуть не туда побежал. Чё, тачек нету никаких? Жалко, я думал, тачки будут. Не, ну если игра немного лагает сегодня, я не знаю, почему лагает. Вчера ничего не лагало, по-моему. Сегодня немного лагает. Это заметно. Поэтому попытаюсь, как бы, эту часть не затягивать, потому что, если лагает, нужно решить эту проблему. Так, вышка. Погнали. Вышка, так вышка. Так, лагает. Я не знаю, почему лагает. Тихо. Включите антенну на эту фигню. Давайте. Бежали. Давайте включим. Я знаю, о чём ты думаешь. Нет. Тебя никто не заставляет забираться на вышки. Не переживай. И смотри, не упади. А чё, Китон, за мной полез или куда? Хоть бы он не за мной полез, блин, пипец. Вдруг он за мной полез? Китон, Китон, Китон. По-моему, он за мной лезет. Нет. Чел, не надо, не надо, не надо, не надо. Блин, 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 ну сейчас упадёт. Блин, жалко будет, если он упадёт сейчас. Ну зачем ты сюда лезешь? Лучше бы я его там оставил. Нет, 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 не подходи туда. Не подходи. А, тут можно так сделать. Ладно. Спасибо. Помощник, я поймал мощный сигнал. Открой карту, покажу, как дойдёт. Так, чё такое? И до нужного места. Хорошо. Взгляни на картиру целиком. Отдали карту, чтобы увидеть весь округ. Округ Коуп включает три региона. На севере горы Уайтейл. Там хозяйничает Иаков, старший в семье Сидов. Иаков обучает сектантов. И отлично справляется. Илай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмёт их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Дали на Холланд. И он заявился туда и забирает для секты всё. Еду, припасы и, что жутко, людей. Мне поступают сигналы со всего округа. Я свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. Окей, ладно. Это фирма... Это фирма Рэй Рэй. Нет, это мне не нужно. Давайте, чё здесь задание есть? Рейнджеры. Туман скоро рассеется. А где Китон? Не дёргайся, ждать осталось недолго. А Китон где? Не понял. Ну да ладно, я не знаю, чё сейчас было, чё сейчас произошло. Я честно не знаю. Ну да ладно. Давай скриншот какой-то сохранился, я не знаю. Ещё посмотрим. Видимо, я куда-то сейчас должен переместиться. Не знаю. Ещё посмотрим. А, вот я. Отсчёт. Помощник из Дарьи Холланд пришло что-то новенькое. Слага. От Иоанна. Тебе стоит взглянуть. Все мы грешны. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что если можно освободиться? Что если всё, о чём вы мечтали, может стать явью? Что если всё преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха. Можно сказать лишь одно слово. Да! Да. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да! Меня нужно... спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придём сами. Вас ждут. Врата Эдема. Прикольно. Ладно. Твою мать! Твоя напарница Хассен. Улиона. Ей приходится нелегко. Где Китон-то, блин? Упал что ли уже? Не знаю. Куда он делся, блин. Помощник. Я отметил три места на твоей карте. Лесопилку на севере, тюрьму на востоке и город Фулзенд на западе. Лагает. Выбор за тобой. Но я бы начал с Фулзенда. Не знаю, почему лагает. Не знаю, в общем, почему-то лагает. Я не понимаю, почему. Ключи-то. Так. Ну да ладно. Так, ну что мы будем сейчас... Не, давайте я перезайду, потом заново снимем. Я не знаю, у меня что-то лагает игра. Это видно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Навасов... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok